пока моя техника перезагружается расскажу вам про храм иосифа исихаста этот храм находится на скиту василия великого его построила святой старец иосиф в 1938 году он был построен на скорую руку стены были сделаны из таких знаете деревянных пруть обмазанных глиной как делают мазы деревнях также здесь где можно было найти стройматериал здесь хороший поэтому пустынники делали храма не вечно делали его временно чтобы какое-то время здесь провести и помолиться со временем этот храм стала разрушаться стали разрушаться стены стала сгибаться во внутрь крыша и поэтому старец ефрем как мы его называем папа ефрем благословил отцу андронику этот храм перестроить сейчас он такой красавец как вы его видите перестройка храма закончилась два года назад но многие элементы от старого храма не так и остались и так здесь остались те же самые стасидии которые делали в которых молились старцы они сохранили тот же самый вид ну почти время есть время немножко обветшали вот в этой стасидии молился сам старец иосиф исихаст она имеет небольшую особенность здесь левый подлокотничек чуть покороче сделан и ножка у нее расположена ближе к стене это для того чтобы удобнее было проходить в диаконскую дверь здесь у нее есть еще одна особенность вот в этом месте благословил поломники каждый раз себе пытались что-то отщипнуть на память какую цветы не а так здесь должна была находиться такая же доска она сделана для того чтобы отцы во время службы как бы на ней располагается чтобы не уснуть она чуть повыше а в таком положении это уже как бы совсем отдыхает есть такие момент службы когда можно и так так по храму здесь у нас место для разогревания теплоты вот на газовых горелках и теплота которую мы привыкли употреблять после литургии на афоне нет ставится просто святая вода и просто чашка все больше ничего другого здесь у нас антидор если нет литургии вот я сегодня допустим пришел утром помолился антидор употребил здесь у нас мастрики карбонорки уголь такой рассыпчатый для кодила вот есть табличка если кто любит а циви любит почему-то вот такой использовать так здесь у нас тоже хозяйственная нет вот образно пожертвовал море иконостас он остался тот же тот же иконостас тоже не менялся здесь написанный маслом образа пантократор богородица рождество ивана притечи вот эти а верхний ряд он же отпечатан эта бумага так теперь алтарь алтарь стена алтаря она осталась прежняя она толщиной где-то чуть больше метра и поэтому она простоит веками и и перестраивать не стали переделали только боковые стены поставили окошко вот алтарь остался тот же самый что и со времен и осипа сихаста особенность еще такая на афоне престол он является частью алтарной стены то есть это не как в наших храмах вынесена в середину алтаря престол и сбоку находится жертвенник а это стене сделаны такие ниши отдельно это жертвенник это престол рядом с этим храмом находится пещера в которой жил иосиф сихаст он сюда пришел гораздо раньше 38 года когда был завершён храм сейчас туда проем и в этой пещере он прожил два года первый год он из нее вообще не уходил ему сюда приносили еду ну и да и да какая была просфор и святая вода через день вот она это небольшая пещера где-то примерно два на полтора расстояние тут какие-то горно-минеральной породы проступают две иконочки вот на этой месте в том сидел и выполнял свое бдение и вот такой ему открывался вид примерно дверь но чаще всего был вот так вот на этом месте он сидел и молился выполнял свои бдения особенно много молился ночью сейчас мы видим через щели свет ночью здесь густая темнота и гул ветра с моря и крики летучих мышей в общем такая жутковатая атмосфера и к нему приходили бесы и были борения с ними и были искушения и были борения своими помыслами и поэтому он вел такой суровый образ жизни сидячий не мылся строго постился много молился и только потом отцы построили первую келью который сейчас отец андраник перестроил вархандарик для паломников и там была написана знаменитая десятигласная труба наставление и для мирян и для монашек что еще как бороться с искушениями сейчас вот этот храм который построен вот он сбоку находится этого алтарная часть здесь пока что такая вот стройплощадка в скором времени здесь тоже будет порядок архандарик уже готов скоро будет готова новая трапезная новый греческий санузел храм уже готов так что добро пожаловать на афон приезжать и молиться в святом месте вместе с монахами вместе со старцами слава богу за все